Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения тем, кто собирается или добирается сейчас в эти минуты на работу. И говоря вот о том, о способах передвижения по нашему городу, объединение «Город для людей» уже подало в Рижскую Думу инициативу об устройстве велосипедных дорожек и пауз для движения общественного транспорта на улице Бревибас. Эту инициативу поддержали, подписали на Ванабал Салве 3300 с лишним жителей, если быть точными, 3318. Ну и насколько эти инициативы соответствуют ситуации реальной, насколько возросло количество велосипедистов, поскольку разные есть данные, там увеличилось, не увеличилось их количество. Вот обо всем об этом мы бы хотели поговорить более подробно. Да, с нами на связи глава Транспортного комитета Рижской Думы Олаф Спулкс. Большое спасибо, Олаф, что нашли время присоединиться к беседе. И действительно главный вопрос, в общем-то, этого утра, когда на улице Бревибас может появиться таки велодорожка? И на взгляд руководства транспортной сферы города, насколько она там необходима и уместна? Ну, эту инициативу сейчас мы дадим специалистам, работникам от департамента транспорта, чтобы они рассмотрели и дали свое видение, свой отзыв на это. И как раз сейчас у нас конкурс на то, чтобы выявить тех, которые будут обновить концепцию, вообще велосипедную концепцию в городе Риге. И я думаю, это очень хорошая новость, чтобы вместе с этой концепцией рассмотреть и эту инициативу, чтобы действительно дать депутатам такой отзыв экспертов, как можно или можно, нужно делать эту велодорожку на улице Бревибаса. Я ошибаюсь или на самом деле, в принципе, даже у предыдущего созыва Рижской Думы уже были определенные планы по поводу велодорожки на Бревибас? То есть это никакая, по большому счету, не новость? А такие, если не планы, то, по крайней мере, идеи уже возникали? Эта идея действительно не новая, эта идея уже была, но, как видно, она не реализована. Да, но мы видим, что улица Бревибас является одной из таких главных магистралей города. И здесь вот принципиальный вопрос, не затормозит ли это передвижение по городу и не создаст ли это какие-то проблемы для владельцев отличного транспорта? Или это, наоборот, сигнал все-таки для того, чтобы они сменили способ передвижения и пользовались больше общественным транспортом? Ну, это как раз мы будем ожидать от экспертов, как они нам дадут какую оценку на счет этого. Но видно то, что улица Бревибас, там, по-моему, самая большая концентрация общественного транспорта вообще в городе Риги. И если мы смотрим на примеры, на образцы, которые были на улице Чака и на улице Дун, то велодорогу или велополосу, правильно, делать на таких улицах, где очень большое, ну, такое очень концентрированное и частое движение общественного транспорта, это очень сложно сделать. Потому что видно, что транспорт заторможает и вообще сейчас, я сегодня получил, ну, такие последние данные от улицы Чака и там очень хорошие новости, кстати. Это же общественное, насчет общественного транспорта в сторону от центра. Они даже опережают график, они даже рассматривают то, что, может быть, будем почаще пускать общественный транспорт, чтобы он, ну, для жителей, конечно, было бы лучше, чем они. Не надо было так долго ждать следующего троллейбуса или автобуса, можно чаще ехать. Так что это видно, что там решение было правильное. Насчет улицы Бривибас, конечно, это оставит какой-то, ну, и на тех, которые там едут. Насчет частных машин, ну, я всегда рад каждому, который выбирает общественный транспорт или выбирает альтернативную езду, или это велосипеды, или электрический самокат, или что-то такое, потому что это все-таки для воздуха лучше и для нашего здоровья, и для здоровья того, который едет. Но люди, это их выбор. Нам надо гнать альтернативу, и мы думаем, что у нас альтернатива должна быть такая, чтобы общественный транспорт был бы самым быстрым, самым лучшим транспортом в городе Риги. — Скажите, господин Пулукс, вы сами сейчас упомянули, что на таких магистральных улицах, как Бривибас, Чака, Дунтас, введение отдельной велополосы, оно осложняет передвижение. Рассматривается ли идея хотя бы частично размещать эти велополосы на тротуарах, там, где это возможно в силу ширины того самого тротуара, либо расширять тротуары, ну, то есть не сужать проезжую часть, а наоборот, может быть, расширить тротуар и велополосы организовывать там, как в некоторых спальных районах Риги, как в других некоторых городах? — Я думаю, там, где это возможно, это надо делать. Надо, чтобы было пешеходное совместно с велополосой, это 4,5 метра ширина. Но нам надо смотреть, что у нас очень много столбов на тротуарах, где знаки, дорожные знаки и какой-то другой информации. Это всё сужает, конечно, тротуар. Насчёт того, что вы упомянули, что можно тротуар расширить, ну, это сложнее, там нужен проект, и это долго, и это дорого. — Есть ли какая-то статистика о количестве велосипедистов в городе? Потому что вот разнятся данные, где-то вот недавно опубликованные данные СКДС, которые утверждают, что количество велосипедистов не изменилось существенно за последние годы. В то же время активисты из «Зелёного движения» утверждают, что наоборот, их количество значительно увеличилось. Вот какая-то статистика, которая могла бы сказать, что да, действительно, люди пересаживаются на велосипеды, и это за этим транспортом будущее. — Действительно, меня немножко удивило то, что СКДС сделали опрос, и там, в принципе, не возрос число тех, которые едут на велосипедах. Почему меня удивило? Потому что, ну, так визуально мне кажется, что всё-таки едут больше. Ну, может быть, я уже начал так больше этим интересоваться за этот год, пока работаю в транспортном комитете. Ну, СКДС — очень серьёзная компания, и она уже давно работает с Рижской думой, по-моему, лет-лет 20 или даже больше. Так что я им доверяю. Но то, что выросло, и число тех, которые выбирают электрические самокаты и эти, ну, совместные машины или каршеринг, это означает, что всё-таки люди могут ехать, ну, на велосипеде, который можно взять и в аренду. Может быть, это его не личный велосипед. Так что, в принципе, число тех, которые используют, ну, такой, если бы сказать, нетрадиционные пути передвижения, которые мы знали до этого, общественный транспорт или личный транспорт, их, по-моему, всё-таки выросло. Ну, выросло ли всех, которые едут на велосипедах, ну, это я не могу утвердить. Но то, что, в принципе, мы знаем, что летом едут больше, и зимой это число сокращается. Хотя люди говорят, что тоже вырастает число тех, медленно-медленно, но вырастает, которые весь год едут на велосипедах. Напомню, с нами на связи Олаф Спулкс, глава транспортного комитета Рижской думы. И вот какой вопрос. Вы только что упомянули каршеринг, и в голову приходит такая простая мысль, вопрос. Если идёт речь о, ну, скажем так, борьбе, в хорошем смысле этого слова, борьбе за чистый воздух и так далее, можно же не только противостоять передвижению на частном автотранспорте, но и развивать тот же самый каршеринг, то есть пользоваться автомобилями, но общими, а не частными. В этой связи, возможно, у Рижской думы есть какие-то идеи или планы идти навстречу вот этим вот компаниям, предоставляющим услуги каршеринга? Какие-то преференции для них? У нас сейчас разрабатывается концепция, какая политика будет в Риге насчёт вообще автостоянок. Будет ли автостоянками оперировать, продолжать оперировать Рига с Атексом, которые сейчас у них по договору не это делают. И вообще мы видим будущее, как вот политику Риги, как насчёт автостоянок, потому что с автостоянками мы тоже можем повлиять на то, какое будет движение в городе Рига. Я вообще считаю, что нам надо идти на пользу тех компаний, которые оперируют каршерингом. Почему? Потому что, во-первых, мы видим, что есть компании, которые выбирают для среды дружелюбные электрические автомобили, есть, которые оперируют хибридами, но они выбирают уже больше эти электрические, потому что тогда автостоянка уже 100% бесплатная. Но я всегда говорю Рига с Атексом, вы не бойтесь их, потому что каждый человек, который утром не сел в свою личную автомобиль, он может быть, он потенциальный ваш клиент днём. А тот, который уже выехал на машине, он же будет возвращаться домой на своём автомобиле. Это очень ему уже труднее будет, ну, как-то, чтобы он сел бы автобус или троллейбус. Так что я вижу совместное вообще это. И если мы думаем и говорим об мобилитете, и смотрим на электрические поезда, которые должны быть новые в 2023 году, я вижу, что тут есть хорошее совместное сотрудничество. Приехал в Ригу на поезде и пересел, например, на электрический горшеринг в Риге. Так что я вижу, что тут будущее очень хорошее. В понедельник было очередное заседание возглавляемого вами комитета, на котором рассматривалось будущее улицы Барона. Я так понимаю, что речь идёт либо о том, чтобы полностью её сделать пешеходной, либо частичной. Поясните, пожалуйста, какие планы относительно Барона у Рижской думы? Планы у нас такие, что мы ждём до 1 апреля будущего года от департамента, как они будут организовать движение транспорта по улице Кришина Барона с приоритетом пешеходов, велосипедистов, в том числе и электрические самокаты, и приоритет к трамваю. Мы знаем, что у нас в косвенном общественном транспорте это те, которые передвигаются по рельсам. И трамвай один из них. Это хороший очень маршрут. Первый трамвай идёт с Иманды до юг. Но проблема в том, что по Кришина Бара у нас сейчас идёт очень медленно. Даже пешком, может быть, приходится быстрее идти. И тогда надо все эти светофоры сделать, как мы говорим, их такие умные светофоры, когда он реагировал, когда трамвай приехал и переключается на зелёный свет. И это будет нелёгкий путь это всё сделать. Кстати, уже в 2015 году был такой проект выработан. И сейчас я его тоже достал, посмотрел. Я думаю, что у департамента, у них есть этот проект, они могут его тоже пользоваться. Потому что, в принципе, каждый человек, который живёт на улице Кришина Бара, тот, который хочет, например, привезти какие-то продукции в свой магазин или место, где он работает, ну, другого центра или что-то такое, на Кришина Бара, он должен, чтобы им был подступ на автомобиле к этому месту. Но мы думаем, ну, главная разница, возможно, будет ехать на машине на Кришина Бара, но главное, если мы хотим сделать приоритетным пешеходам, велосипедистам и трамваю, то это невозможно будет делать с транзитом. Это означает, что человек, который сегодня, может быть, сел где-то на улице Аспазиес, он до улицы Таллинас невозможно будет поехать на улицу Бара напрямую. Это главная такая, ну, разница. Ну, сейчас у нас очень серьёзные будут, ну, так можно сказать, переговоры или обсуждения с жителями, те, которые там живут, и теми учреждениями, которые там работают. А там очень серьёзные учреждения. Там Веслэйв, Центр, Четвери, это здоровительные учреждения, они уже интересовались у нас. Это три, по-моему, образовательные учреждения, или даже четыре. Так что, ну, это непростой решение, задача. Ну, посмотрим, как департамент нам предложит. Всех документов города Риги, планированных документов улица Барона, она как раз размечена как магистральная улица для велосипедов. Ну, то есть, полностью закрыта для движения транспорта она не будет, а конкретные решения станут понятны, когда разработают вот эту вот упомянутую вами... Да, схему транспорта, тогда она будет обсуждаться, конечно, с жителями, с обществами, и, думаю, с журналистами тоже. Насколько железная дорога может тоже повлиять вот развитие этой инфраструктуры на передвижение людей по городу, например, там, связать Болдерай с центром города, или все-таки стимулировать людей, там, из районов Имманты, например, использовать железнодорожный транспорт, чтобы добираться до центра города. Это могло бы, ну, тоже разгрузить какие-то транспортные потоки. Вы абсолютно правы. Я думаю, уже сегодня, Имманты, можно очень отлично на поезде ехать. Но проблема в том, что он еще не такой уютный, и самое главное, у него нет интервального графика. Ты должен там смотреть в список и думать, там, о, сегодня 9.30, вот через сколько минут идет мой следующий поезд. А если он идет, например, ну, через каждые 15-10 минут, там уже не думать не надо, там просто надо идти, и будет, ну, через 5 минут, например, твой следующий поезд будет. И, конечно, мы говорим о очень уютных, с интернетом, с уземленным, ну, этим полом тогда не надо будет по этими поступениями, там, долго залезать, извиняюсь, в этот поезд. Это ускорит, конечно, тоже движение. Насчет Болдерая, эта новость тоже очень хорошая, потому что в этот Евросоюзский фонд выздоровления, там поставлен проект о батарейном поезде с Болдерая до Сигулды, через главную станцию города Рига, конечно. И это, я думаю, хорошая новость, потому что все-таки мы видим, что сейчас Болдерая и Даугау-Гриева, там только одна улица до Даугау-Гриева, это же шоссе. Но она очень-очень уже сегодня загруженная, потому что все-таки мы знаем, что порт перенесся на Кривус, остров Кривус, с центра города, и туда идут и грузовые машины, и единственный автобус, который едет, и микроавтобус тоже, они едут по этой одной дороге. И сейчас у нас проблемы, мы сделали общественную полосу на улице Даугау-Гриева, но проблема в том, что автобус никак не попадает, он уже, ну, пробка делается гораздо быстрее до этой полосы, а там очень узкая улица, и там невозможно сделать полосу для общественного транспорта. Так что, в принципе, я вижу, я смотрю на поезд очень-очень как на транспорт, который нам поможет, во-первых, для тех жителей пригорода, которые приезжают каждое утро сегодня, ну, большинство, я могу, хочу сказать, или очень много на личных автомобилях в Ригу. Если мы это русло как-то остановим и пересадим их на поезд, это будет очень отлично для Риги, очень отлично для рижан, это сделает улицы наши, ну, более уютными для жителей, более уютными для общественного транспорта. И думаю, тогда мы можем уже говорить о множестве, ну, таких, ну, хороших вещей, которые жители центра очень ждут. Звучит оптимистично. Господин Пулкс, у нас вышло, к сожалению, время, у нас вот эфир интервальный. Спасибо огромное за ответ, за разъяснение. Напомню, с нами был Олаф Спулкс, глава транспортного комитета Рижской думы. У нас с Олегом небольшая пауза, после которой очередной гость культурного направления режиссер Станислав Такалов.